Сама с нетерпением жду эту тему, она меня очень интересует, потому что моя клиентура – женщины, и вот этих женских вопросов и женских проблем, конечно, они постоянно возникают, как физиологического характера, так и психологического, поэтому тут всесторонний подход важен. Вообще очень хочется всё это потреблять, потреблять, я имею в виду информацию, прям потреблять её в больших объёмах, но я не знаю, у меня чердака вообще хватит, чтобы это всё уложить. Или хватит? Да, чем больше в лес, тем толще партизаны, ты же знаешь. Так что, ну, ничего, дорогу оселит идущий, так что, в общем-то. Я тоже думаю, ничего, что мы уже старенькие, старенькие, а наоборот, надо мозжечок свой развивать, наверное, так, чтобы жизнь подлим. Ну вот мои, я вижу, подключаются. Вот у меня Светлана зашла, моя, ага. Вот, так что, в принципе, можем начинать, как и договорились, да, в 17.40 выходим на 5 минут на перерывчик, попить, пописать, и потом снова подключаемся. Да, хорошо, хорошо, да, отлично. Значит, так, план у нас такой, очень простенький. Первую часть мы посвятим мономаслам, а во второй части коснёмся смеси. Девочки, всем добрый вечер. Меня зовут Ирина, я аромапрактик со стажем. Успела всё здесь протестить, прогуглить, проромить, и могу кое-чем поделиться. У меня ещё такое очень давнее, наверное, качество, наверное, хорошее. Я такой следопыт, я очень люблю ещё всё исследовать, читать, искать, и поэтому умудряюсь находить разные-разные интересные сведения об эфирных маслах. И сегодня с вами я этими сведениями с удовольствием поделюсь. Все мы сегодня собрались на маленький такой наш аромодевичник. Все мы хранительницы нашего домашнего очага. Именно мы, женщины, делаем хорошую погоду в доме. И от нас, от нашего внутреннего состояния, от здоровья, от настроения, от работы нашей гормональной системы зависит эта самая погода в доме. И если что-то где-то у нас внутри, неважно, физически или эмоционально, не ладится, погода в доме начинает портиться. Поэтому мы сегодня поговорим, как эту погоду поддерживать с помощью ароматерапии, которая очень-очень старенькая, древняя, ей более 5000 лет. С момента, как она начала существовать. И поэтому, поскольку это все-таки дары природы, действуют они очень быстро, эффективно, без побочек, бьют в точку и наверняка. С чего мы с вами начнем сегодня говорить? Вы уже, многие из вас, кто-то познакомился, кто-то, может быть, только начинает знакомиться, кто-то, может быть, еще не знаком с замечательным волшебным сундучком под названием «Семейная аптечка». Многие вы столкнулись с разными качествами масел. Если мы будем говорить об эфирной аптечке, то я бы в качестве женских масел выделила, конечно, эфирное масло лаванды. Вы прекрасно знаете, что эфирное масло лаванды – это замечательный антигистамин. То есть все аллергии, все укусы насекомых, пчел, ос, неважно, клещей, что бы с вами не приключилось, масло лаванды вас всегда спасет. Покруче будет любого преднизолона. Работает быстро, точечно, мгновенно. Вы все знаете, что эфирное масло лаванды – это еще и прекрасное противожоговое средство. Всегда поможет. Это наш сон, это наш такой релакс-релакс, но эфирное масло лаванды – это связь с мамой, поэтому это еще и женское масло. Если мы будем пользоваться эфирным маслом лаванды в сочетании, например, с капелькой ладана, добавим туда дикий апельсин. Дикий апельсин всегда очень круто соединяет все масла. Это такой вот продукт, это такое масло, которое делает букет красивым. Это как обертка. Если мы добавим, значит, лаванда, ладан, дикий апельсин и герань, то мы получим, добавим это все по капельке в диффузор, то мы получим ту самую прекрасную, хорошую погоду в доме, потому что эти эфирные масла, и особенно лаванда, соединят между собой родителей и детей. Это будет такая вот родовая связь, это связь и мужского, и женского рода, это связь нашего всего, что в нас есть иньского, со всем, что в нас есть и янского, то есть наше мужское и женское начало, соединит воедино, и будет дома мир, дружба, жвачка. Поэтому не забываем, самый первый прекрасный женский релаксант, вот что-то там случилось, не знаете, за что схватиться, дикого апельсина нет, лаванда очень даже подойдет, связь с мамой. Я еще вам сказала, коснулась слегка, что женское масло замечательно, если у кого-то нет его в арсенале, очень рекомендую обзавестись. Это герань. Герань происходит от греческого геранос, что означает журавль или айс, поскольку цветочки, плоды, немножко напоминают клюв этих птиц. Многие ассоциируют это название с горшочками цветов бабушки на балконе. Еще так говорят, что это звезда балкона в герань. Но на самом деле, то, что растет в горшочках, это пеларгония. А вот из настоящей герани как раз добывают эфирное масло. Редчайшее, замечательное, очень крутое. Все знают, что, а может быть и не все, что герань – это очень-очень известный афродизиак. При этом герань прекрасно восстанавливается, нервную и гормональную системы. А еще герань прекрасно снижает тягу к сладкому и соленому на минуточку, что очень-очень важно, особенно когда мы решили свое тело, свой организм почистить и привести его в идеальное состояние. Герань нам здесь очень поможет. Мы можем герань вдыхать, мы можем наносить ее на пульсовые точки, на нижнее белье. Это у нас у девочек такой прекрасный лайфхак, капельку на какую-то ежедневную прокладочку или на плавочке. У вас будет замечательное испарение, которое еще и поработает со всякими патогенами, то, что будет касаться гинекологии. И плюс это будет прекрасный аромат. И вы не поверите, но это еще и будет работать, как ни странно, на наш аппетит, ко всяким ненужным перегибам, то есть сладкое и соленое. Нежная красота кожи – это очень-очень приятный бонус при использовании герани. Это одно из очень немногих масел, которые обладают качествами и прохлады, и влаги одновременно. И поэтому является очень хорошим тоником энергии инь. То есть мы энергия инь. То есть герань в нас это просто возносит в какой-то такой вот культ и дает нам огромный-огромный волшебный такой пинок к действию, к контролю, к самообладанию, к тому, чтобы прийти в ресурс. Помогает нам герань восстановить связь со своей чувственной природой и истинными эмоциями. То есть вот когда мы потерялись, потеряли вот этот вот контроль над собой, любовь к себе, где-то вот что-то какие-то мы такие потерянные. Вот герань нам прекрасно-прекрасно нас ведет в баланс, эмоциональный баланс, даст нам стабильность и спокойствие, тревожность, перепады, настроение, крайнее чувство незащищенности. Ну, это и так далее, и тому подобное. Вот это вот все герань прекрасно контролирует. Плюс ко всему герань замечательно регулирует нашу эндокринную систему. А наша эндокринная система это наши гормоны половые. В какую бы сторону эти отклонения не произошли, неважно в гипо или в гипер, герань прекрасно с этим справляются. У герани статус масла номер один для практически любых состояний метаболической дисрегуляции. То есть если что-то у нас произошло с метаболизмом, герань прекрасно это будет купировать эти все и приводить в баланс. Потому что герань очень хорошо держит контроль над нашей глюкозой, над сахаром. То есть вот помимо смеси Онгард, которая бонусом нам дает снижение сахара, или с метаболической смеси Слим-Инсесси, у нас есть еще прекрасное масло герани, которое тоже замечательно работает с сахарами. Только одно масло, помимо герани, может приблизиться к подобному эффекту на организм. Вот комплексно и в целом. Это эфирное масло тысячелистника. То есть вот представляете, цена тысячелистника, но тысячелистник это просто кладезь какой-то, это невероятно крутое масло. Так вот герань по своим свойствам может даже где-то в чем-то поспорить с тысячелистником. Очень крутое масло. Герань чисто женское масло. Прямо гормоны, гормоны. И свойств у нее, ну, огроменное количество. И антибактериальные, и противогрибковые, и кровоостанавливающие. Вот прекрасно останавливает герань кровь. Если ребенок ушиб коленку, или, не дай бог, какие-то кровотечения непредсказуемые, ну, которым не должно быть, кровь нужно остановить, герань прекрасно с этим справляется. Обезболит, кстати, и сработает как противовоспалительное. Способствует устроению сахаров и крахмалов. То есть лишний сахар стонизирует все остальные, которые не очень хорошие крахмалы, или где-то какой сахарочек, прекрасно все это усвоится. Заживляющие замечательные свойства. Все кожные проблемы, начиная от акне до псориаза. Вот все, что есть. Гинекология – это наше все герань, потому что у герани есть прекрасное свойство греть. Вот когда пары герани настолько прекрасно и глубоко проникают в организм, что достаточно одной капельки нанесения даже на нижнее белье, чтобы пары проникли глубоко, глубоко. Ультравагинально, я бы так сказала. Представляете действие какое? Немножечко жжет эфирное масло герани, но не боимся в экстренных ситуациях, что-то нам не нравится с патогенами. У нас всегда есть герань и Капайпа. Вот два масла, которые одно другое дополняют. Герань будет подогревать и прямо решать проблему гинекологически и одновременно регулировать наше настроение. Все стрессы, все тревоги, геморрой сюда же, все флебиты, ревматизмы, артриты, сахарные диабеты – это всё-всё-всё герань. Герань – это связь с родом, с детством, совсем с женским. Что хочу, каким кейсом хотела бы поделиться. Ну, например, есть масса рецептов, очень люблю один из. Если мы возьмём две капли герани и две капли, например, ладана, уже говорила, ладан и герань тоже прекрасно между собой сочетаются, то мгновенно это становит опасное кровотечение, вот прямо опасное кровотечение. На тампон, например, если из носа пошло кровотечение, вот, в принципе, любое. Герань очень-очень рекомендую всем в арсенале. Ну, я считаю, что обязательно такая замечательная штучка должна быть. Какой бы я хотела ещё порекомендовать, чтобы можно было поделиться впечатлениями, эксперимент, девчонкам, всем. Можно попробовать в течение одной недели и делать такой медитативный ритуал, ну, типа заботы о себе. Одно-две капли, буквально дозировочка, это на один сеанс будет, герани, разбавить в небольшом количестве любого хорошего базового масла и медленными круговыми движениями будем наносить на грудь. Вот сердечная чакра, где у нас находится, я вот так сейчас телефон подниму, чтобы видно было. Вот здесь мы вот такими движениями будем наносить на грудь, при этом закроем глазки, отбросим все-все-все мысли, понаблюдаем, что мы чувствуем, побудем с ощущениями несколько минут и давайте повыполняем все-все-все этот ритуал ежедневно в течение недельки, а потом поделимся впечатлениями. Вы увидите, сколько тревожного, то, что, знаете, повышенный уровень тревожности очень-очень у многих, это все исчезнет. И плюс ко всему, я думаю, что будут интересные ощущения по гормональной системе, по каким-то там нюансам, воспалительным даже процессам. Ну, в общем, это все наша женская герань. Кроме этого, герань прекрасно работает с личиком у нас, с морщинками, с мелкими герань, это сияние кожи. Очень простое тоже средство, могу поделиться, называется медовая водичка. Это мед. Одна столовая ложечка. Собственно, нужна быть теплая водичка. И одну капельку герань всего в эту ложечку меда капнули, как эмульгатор у нас мед сработал. Разболтали в теплой водичке. И в течение пяти минуток, полученным вот этим медовым растворчиком, мы просто ополаскиваем лицо перед сном. После процедурки, вот разок, раз пять, вот этой медовой водичкой с герань ополоснули, потом умыли с тепленькой водичкой и пошли спать. Результат будет виден уже через несколько процедур. Цвет лица приобретет здоровый вид, кожа станет нежной и очень-очень бархатистой. Медовая водичка очень хорошо питает кожу, разглаживает мелкие морщинки. Эфирное масло герань подарит еще и, ну, такой вот сияющий вид, как вот после банки и после отпуска. Очень такая вот интересная штучка. Следующее масло, это вот про герань. Я считаю, что вот у женщины оно должно быть. Помимо того, что оно женское-преженское, оно еще и детское-придетское. Потому что если у нас заболели ушки, если у ребенка мама обидела где-то, что-то ребенок не рассказывает, герань всегда восстановит вот эти вот связи. И с отитом справится. И это такое лаванда, герань, ладан, помним. И дикий апельсин завернули в красивую оберточку и в диффузор. Следующее наше масло, которое, мона, которое я прям хочу уделить внимание, это, конечно, и ланг-эланг. Я не знаю, кто что про него слышал. Обожаю этот аромат. Это просто вот, я не знаю, любой женщины, которая женщина, должно вот это вот масло стоять на полке. Почему? Это не только афродизиак, очень-очень известный. А у иланг-эланга огромное количество, просто огромное плюсиков. Относится к классу адаптогенов. То есть так же, как и эфирное масло мяты. Всегда сбалансирует нас. Неважно, улетели мы в космос или упали где-то ниже плинтуса. Но всегда приведет в баланс. Благодаря своему уникальнейшему составу 70% активных веществ в эфирном масле и ланг-эланга это будут молекулы. Сисквиттерпены они называются. Это те молекулы, которые обладают очень мощным, расслабляющим действием. С преобладанием отрицательно заряженных ионов. Это чуть-чуть такой биохимии. Это очень важно, потому что вот эти самые отрицательно заряженные ионы как раз будут гасить наши негативчики. Неважно, в чем они будут проявляться. В эмоциях ли, в воспалительных ли процессах, каких-то мелких очишках. Вот это вот баланс. Это знаете, как в водопад окунуться ионами, подышать разряженными. Это вот, ну, если такое, может быть грубое, ну, вот примерно такое сравнение. Этот эфир является очень-очень замечательным помощником в антистрессовой терапии. Это уже будет, знаете, если геранька у нас вот такие стрессы, ну, вот, знаете, где-то вот, ну, что-то вот мелкие-мелкие-мелкие, что-то вот такое, то иланг-иланг, это уже покруче артиллерия пошла. Это когда у нас уже нервозность, застарелая такая раздражительность, когда тебя прямо аж распирает на части. То есть агрессия до ненависти, до каких-то, когда ловим себя на том, что мы вот, блин, как будто кто-то сзади встал с вилами и тебе там вот это ванное место втыкивает, а ты вот сдерживаешь себя и не можешь сдержать. Это вот на уровне, знаете, на уровне вот такого вот пропасти, когда ты вот боишься уже вот во все тяжкие сорваться. Это беспокойство, которое вообще никак и никогда не проходит. Уровень тревожности, когда зашкаливает. И неуверенность в себе. Очень действенное средство для освобождения от травм прошлого. Это выравнивание такой энергетической оболочки, высвобождение всех закупоренных эмоций, гнева или печали. Но это очень мягко, это через слезы, это в основном через слезы у женщин. Мы вообще такие счастливые, мы наделены прекрасным свойством плакать. Потому что когда мы плачем, со слезами через слезные каналы, мы освобождаемся от огромного количества кортизола. Бедные наши мужчины лишены этого свойства, поэтому им дана древняя, древняя вообще реакция с рождения человека, как скинуть стресс, как кортизол погасить. Бей или беги. Так всегда было. Пещерные люди защищались от себе подобных, от диких животных. Стресс, всё, бей или беги, другого выхода нет. Поэтому мужчины у нас очень уязвимы. Если он не убежал, ноги не включил свои, если не начал драться, кортизол ломает просто всё на своём пути. Мы можем поплакать, и мы этот кортизол весь высвободили. Вот иланг, иланг – это про поплакать, когда у тебя прям переклинивает всё. Иланг, иланг – это настоящее лекарство для нашего сердца. В прямом и в переносном смысле. В первом случае оно выравнивает частоту сердечных ритмов, нормализует артериальное давление при гипертонии. Гипотоникам очень осторожно, потому что иланг, иланг – это прямо для гипертензии такой уже очень тяжёлой. То есть прекрасно. Это при гипертонических кризисах номер один – спасение. Разжижает кровь, потому что прекраснейший антиагрегант. Если, не дай бог, кто-то пользуется какими-то искусственными аспиринами, вот здесь осторожно. Иланг, иланг – это просто чума какая-то в этом отношении. Снимает спазмы, спазмолитик прекраснейший, и оптимизирует кровообращение, и особенно в органах малого таза, что нам, девочкам, и нужно. Достаточно иланг, илангам просто пользоваться как парфюмчиком. А вот во втором случае ланг-аланг исцеляет наше сердце, возвращает в жизнь истинную радость, способность переживать, чувствовать. Многогранно связывает нас с нашим внутренним ребёночком, чистым, искренним, непосредственным, и очень-очень обостряет интуицию. То есть способность чуить сердце. Вот иногда женщины говорят, вот что-то у меня ушло, чуйка пропала. Это вот про то, чтобы вернуть вот это внутреннее, шестое, я не знаю, какое, не шестое, у женщины, наверное, седьмое чувство внутреннее. И, конечно же, это настоящий профессионал и профи в косметологии всегда. Так, сейчас я вот такую заметку тут ещё хочу сказать вам про иланг-иланг. Интересно. Вообще иланг-иланг – это очень культовое растение. Его очень любят жители Индонезии, Филиппин, потому что с ним связана очень интересная история, легенда про одну супружескую пару, у которых долго-долго не было детей. Когда они обратились к богам, собственно, попросили ребёнка, боги услышали их и послали им дочь, но сказали, что девушка никогда не должна выходить замуж, и её не должен коснуться ни один мужчина, иначе они потеряют ребёнка. Ну и, конечно, они её берегли, пусть глаз своих никуда не давали ходить, но как в старых сказках бывает в хороших, девушка выросла, выросла красиво, и однажды она пошла погулять и в саду. Она встретила, конечно же, молодого юношу, они друг друга влюбились, и всё у них красиво произошло, и юноша хотел жениться, но девушка в тот час, как юноша коснулся её, исчезла. А на её месте появилось прекрасное дерево с пахнущими цветами. А юноша бегал вокруг этого дерева, его прям сносило ароматом цветов, а он всё звал свою девушку. Забыла добавить, что девушку звали, как вы догадались, Иланг, Иланг. И так он бегал и звал её Иланг, Иланг, и не мог найти. Так вот это дерево, ребят, растёт на Филиппинах и в Индонезии, и цветы у него пахнут за десятки метров до того, как вы ещё дерево не видите, а запах есть. Эти цветы собирают в момент, когда они раскрываются, чем больше снимают урожая, тем больше плодоносит дерево. Удивительный цветок. И хочу вам какую штуку сказать, почему я считаю, что этот парфюм, я так называю Иланг, должен быть у девушки. Потому что в 1917 году парфюмер, очень известный, звали его Эрнест Бо, предложил небезызвестное Коко Шанель пять композиций запахов на выбор. Он пронумеровал их с единички до пятёрочки. Коко выбрала аромат под номером пять. И именно в этом аромате были использованы эфирные масла Иланг, Иланга и Розы. Так и родились легендарные духи всем небезызвестной Шанель номер пять. Так что, кто любит Шанель номер пять, девочки, это про Иланг, Иланг. Да, что ещё хочу сказать. Так, цвести дерево, например, начиная с двух лет и становится самым интенсивным с возраста с четырёх до двадцати пяти лет. Если вы мечтаете о длинных волосах с шикарным влетком, то это Иланг-Иланг. Достаточно две капельки всего масла в шампунь, только хорошего качества. Помним, что эфирные масла затащат нам все минералы, то есть все вот эти вот нехорошие штуки, яды и токсины, затащат. Так что шикарный люксовый блеск, это, конечно же, Иланг-Иланг. Вообще Иланг творит поистине чудеса с нашей кожей. И увлажняет, и успокаивает, и разглаживает, и оживляет. Вот такое вот удивительно. Омолаживает, выравнивает и буквально наполняет жизнью. Если мы возьмём, например, маленькие такие лайфхаки. Смесь Иланг-Иланга и лаванды. И какую-нибудь базу. Например, масло виноградных косточек, лёгонько, абрикосовых косточек, что-то такое, лёгонькое маслечко. То получим смесь, которая будет успокаивать кожу после загара. И сохранить загар, когда боимся его потерять. Если мы возьмём пару капель Иланг-Иланга и, например, кокосового того же масла, нанесём на волосы вместо кондиционера, кокосовое, такое облегчённое нужно, то это будет прекрасный уход. Волосы будут крепкими, здоровыми, очень-очень шелковистыми. Если волосы секутся, расслаиваются, сухие, либо ломкость ногтей, вот такая вот, когда ногти ломаются, пожалуйста, мы берём Иланг-Иланг и лимон, и с базовым маслечком наносим на кутикову, или вот на вот эти вот секущиеся кончики. Точно так же Иланг прекрасен в интимной сфере. Если мы дополним ещё это всё эфирным маслом розы, то мы получим просто наслаждение неописуемое. Причём получит это наслаждение, наслаждение будет в паре, получат его и мужчина, и женщина. Вот. Для тех, кого Иланг-Иланг покажется несколько таким приторным ароматом, его очень можно легко доминировать, например, эфирным маслом лимона или лайма, и получится прекрасный, удивительный по своей глубине аромат. Так что, если у кого-то нет в коллекции Иланг-Иланга, я считаю, что это безобразие нужно обязательно реквизировать. Всем очень-очень советую. Так, теперь, сейчас тут заметочка у меня есть интересная. Следующая мономаслечка, про которую я вам хочу рассказать, это, сейчас я вот приготовила, это шалфей мускатный. Это прям женская-преженская гормоны-пригормоны. Вообще о целебных свойствах шалфея люди знают тысячу-тысячу лет. В старинных травниках можно найти легенду о его исцеляющей силе. Когда Дева Мария с младенцем Иисусом бежала из Геродеса, она обратилась за помощью ко всем полевым травам с просьбой укрыть её от преследователей. Но никто не смог из растений укрыть её. И тогда она обратилась к шалфею и попросила его закрыть их с младенцем от преследователей. Шалфей мускатный своими густыми листьями закрыл от глаз палачей Деву Марию Иисуса, и преследователи их не заметили. Тогда, когда опасность миновала, Дева Мария обратилась к шалфею мускатному со словами «От сегодня и во веки веков ты будешь любимым цветком людей. Я одаряю тебя силой лечить людей от всех болезней, спасая их от смерти, как и меня ты спас от глаз палачей». И с тех пор шалфею мускатный речит людей от разных-разных недугов. Это масло прежде всего принятия женственности на каждом этапе жизни женщины. У каждой женщины есть четыре цикла, когда она девочка, девушка, женщина и зрелая женщина. Иногда смена этих этапов проходит очень-очень трудно. И именно в этот непростой период может помочь масло с шалфею мускатного. Очень часто, очень тяжело переживают девочки, пубертатный период, когда происходит половое созревание, они бедненькие стоят возле этих зеркал. Им-то кажется, что они такие некрасивые, и уши у них не такие, и коленки у них не такие, и волосы-то у них не так растут, и что-то тут происходит непонятно. И до болезни, до каких-то, это я сейчас про эмоции говорю, шалфей прекрасно-прекрасно поможет стонизировать и вывести из этого состояния. Либо женщина, которая уже находится в... Она уже мамочка, она уже созрела, у неё дети, у неё вот это вот волосы взрывают, вот стоят дыбом, всё ей кажется, что всё, жизнь... Вообще-то они никогда не вырастут, и где мне время на себя взять? Я вообще какая-то тоже, никому не нужная, и мужик-то на меня не смотрит. И вот приспособиться к этому тоже помогает шалфей мускатный. И, конечно, в возрасте, в нашем уже возрасте, вот 50 плюс девочки, очень многие не могут вот это переводить бабушка, бабушка. Как же я живой же, я ж вот только тут вот... И я просто знаю девочек, которые, вы знаете, до стационара. Это так серьёзно. У многих тяжёлый климат сильно связан с вот этим непринятием себя внутри. Мы начинаем раскачивать баланс, то есть пошла эмоция, эмоция передалась, всё начинает, всё рушится. У нас вот эти гормональные качели ещё больше расшатываются, и мы просто до болезни, до какой-то, стараемся идти мимо зеркал. Многие вот не верят в себе, считают, что всё, жизнь закончена, и зачем мне это, и куда? Вот шалфей мускатный поможет точно, абсолютно принять себя, потому что каждый период в жизни женщины, он прекрасен по-своему. И плюс ко всему, шалфей мускатный это регулятор гормонов нашей гормональной системы, напрямую эстрогенов наших. То есть, это очень мощный фитоэстроген. Шалфей мускатный входит в состав уникальной смеси. Мы во второй части расскажем вам. То есть, это потрясающее масло. Столько, такой список огромный вообще, если мы будем говорить о болезни, с чем он может справиться. Но и самое главное, я считаю, что шалфей это наше женское масло, которое помогает нам вот просто оставаться на плаву, просто справляться со всеми ситуациями, держать под контролем наши эмоции, быть терпимой ко всему, принимать, раскрывать себя, идти вперед, вот не бояться делать вот эти вот шаги. Шалфей прекрасный спазмолитик, потому что обладает расслабляющими спазмолитическими свойствами, помогает бороться с мышечными спазмами, с внезапными непроизвольными мышечными сокращениями, такое есть, вызывающими в частности, например, икоту или кашель. То есть, когда у нас происходит даже вот такой безудержный кашель или икота, шалфей, вот буквально это капля, просто на пульсовые подышать, или вот на чакру нанесли, и все, и замечательно все отрегулировалось. Шалфей мускатный это то самое эфирное масло, которое должно быть в арсенале обязательно, потому что вы знаете, это это не просто гормоны, это не просто эстрогены, это еще и прогестерон, это еще и пролактиновые связи, это вот когда начинает чиниться весь женский организм, начиная от гинекологии, тут все пойдет, тут и эндокринная система заработает, и ну просто оно в синергии с геранию, с иланг илангом, с лавандой, с ладаном работает, ну просто потрясающе, я чуть позже, вот чуть-чуть во второй части дадим там одну волшебную смесь, которая прямо она смесь супер-женщина называется, и при ее использовании просто ну потрясающие результаты. Еще одно масло моно, про которое я расскажу, так, Олеся подключилась, я здесь давно она уже давно здесь давай вот у нас пока есть время, я тут заговорилась, ты же знаешь, я когда начинала подождите, у нас времени осталось 5 минут до этого, до конца первой части да, Олесечка, давай знаешь что, про пижму позже, давай про капайбу, я прям хочу уделить давайте тогда сделаем так, Ира нам рассказала точечно о мономаслах, именно что они важны нам как женщинам в поддержке гормонов, и я сейчас заключу в том, что мы расскажем про кларикалм, и все, мы отойдем от темы, вот, это быстренько, девочки, с чем мы живем, мы живем с постоянным стрессом, Ира вам все сказала, что такое масла дотера, это то, что на физическом, прямо на физическом плане работает с нашими проблемами, вот, есть у нас такая смесь, называется кларикалм, переводится она ясность и спокойствие, смотрите, когда вот эти вот все масла, Ира нам раскрыла сейчас, шалфей мускатный, герань, лаванда, женские масла, какие-то масла, смотрите, какой у нее состав, компания дотера сделала уже готовый продукт, чтобы вам можно было не заморачиваться, и он умещает в себя все эти масла и больше, давайте посмотрим, мускатный шалфей, лаванда, бергамот, римская ромашка, кедр, герань, фенхи, семена моркови, кананга, пальмороза, витекс, понимаете, здесь умноженное действие, умноженное на 10, в синергии это мощная смесь, что она делает, она как раз успокаивает вот эти вот на физическом плане, она нужна как девочкам, у которых начинается менструация, уберет вот эти все раздражения внутренние и на физическом плане не будет болезненных месячных, то есть это самое важное, будут регулярные месячные, а если когда мы женщина, мы пользуемся в течение жизни, живем, мы поддерживаем вообще репродуктивную здоровую свою систему, и когда мы климактерические у нас уже период начинается, то это как раз нам нужно для того, чтобы у нас не было риска всевозможных опухолевых проблем, понимаете, опухолевых заболеваний, то есть это профилактика рака, все женские все репродуктивные органы, они должны внимания, им нужно уделять постоянно, мы должны понимать, что мы женщины, наше тело это храм, и как раз мы с помощью той продукции природы, это же, это что такое дотера, это природа, мы природой заботимся о своем храме, о своем теле, вот что я вам могу сказать, вот за 5 минут, как я вам могу, очень рекомендую, сколько я пробовала, вот вы знаете, даешь рекомендации новой девочке, новой женщине, то есть новому человеку, который не соприкасался с маслами, и когда ты даешь, ты каждый раз думаешь, ну вот ей поможет, да, там вот уже стольким помогло, и ведь результат всегда один, всегда уходят болезненные месячные, либо это у нас плавно протекает, вот эти все отливы, приливы, мы это все убираем, вот масла работают так, как мы пользуемся, видео можно будет потом в чат и нам в чат повторить, то есть это локальное нанесение один раз в день, это же представляете какая-то простая вещь буквально, нанесли либо на улыбочку на животик, либо вот сюда вот так чуть-чуть нанесли, либо также внутренняя часть бедра на ноге, то есть мы даем немного эфирного масла, но оно здесь именно в такой пропорции и в таком составе, что работает оно терапевтически, эфирные масла Дотера мы знаем, это CPTG, это терапевтический класс, работают они очень классно, как лекарство, только не имея побочных действий этих лекарств. Следующее женское масло, которое достойно наше внимание, и у многих оно есть, и многие оценили его действия, это эфирное масло капайбы, необычное для кого-то словосочетание капайба, что такое капайба, это масло из смолы, вечно зеленого дерева, называется оно капаэфера, дерево так называется, так, сейчас я тут маленько открою, чем ценно это масло, это, во-первых, самое мягкое масло для наших слизистых, вот эфирные масла, некоторые мы там обязательно разводим, которые какие-то мы там, допустим, не можем вовнутрь, тоже надо с чем-то зачитать, то есть эфирное масло капайбы, это как раз то мягкое масло, которое можно применять слизистые, слизистые где? Слизистые у нас во рту, и слизистые у нас еще половые органы, поэтому это масло женской чистоты, сейчас я вам расскажу, что и как, значит, его основное вещество называется бета-кариофилен, то есть его настолько там в большой концентрации, концентрации 72% содержится именно этого вещества, что это за вещество? Это вещество обладает сильнейшим противовоспалительным действием, и чтобы вам было понятно, мы его сравним с фармпрепаратами, то есть по своим противовоспалительным действиям его можно сравнить с нестероидными средствами, такими как диклофенак, ибупрофен, то есть это сильнейшие уже нестероидные обезболивающие средства, когда все, когда у нас переклинило спину, все, мы не можем вообще даже вдохнуть, то есть нам колят диклофенак, то есть чтобы вот этот обезболить вот это вот сильное нервное защемление, чтобы мы при вдохе хотя бы могли не стонать от боли, то есть вот диклофенак, это копайба, она намного сильнее по своим противовоспалительным свойствам, обезболивающим свойствам, а также мы можем еще сравнить с гормонами, то есть преднизолон, дексаметазон, слышали, да, название таких гормонов, это когда у нас там спустя там после 30 лет уже очень многих девочек наших садят на гормоны, кортикостероидные гормоны, и то есть вот как раз тоже, когда у нас проблемы со здоровьем, да, и вот эти как раз препараты может заменить вот эфирное масло копайбы, то есть противовоспалительные действия, какие у нас могут быть проблемы, вот у нас когда воспаляется слизистая желудка, вот по-настоящему сильно воспаляется, копайба прекрасно справится с этой проблемой, как мы ее применяем, она очень приятная на вкус, мы ее просто капаем на язык, на вкус она, знаете, вкус кедровых орешек, кто пробовал кедровые орешки и любит, знает, что это такое, она латает слизистые, то есть восстанавливает слизистый, почему мы копайбу применяем на слизистый, потому что она как раз эти слизистые восстанавливает, все слизистые воспаленные с проблемами, то есть смотрите, пример такой приведу, копайба это как раз то масло, которое Это мы применяем и маленьким детям при молочнице, и женщинам при молочнице. То есть молочница у нас может быть и тут слизистая, и там слизистая. Капаиба, пожалуйста, очень эффективно и быстро уберет весь этот воспалительный процесс. Уйдет сама проблема решиться, потому что она уберет патогенную микрофлору, которая является вот сама эта молочница, уберет этот зуд, уберет это неприятные все эти симптомы, ощущения и решит саму проблему. И это наносится прямо вот в чистом виде. Значит, язвенная болезнь, да, очень эффективна при язвенной болезни, потому что как раз у нас проблема со слизистой желудка в данном случае. Вот здесь вот как раз капаиба. Дальше капаиба – очень интересное масло, да, его исследуют так же, как и ладан. Ладан мы знаем, какое многозадачное масло. Это тоже смола, да, и капаиба тоже. То есть уже доказаны полученные результаты, что капаиба эффективна для некоторых видов рака кожи. То есть она очень хорошо работает с кожей. Меланома, вот, вид рака. И карцинома еще есть такие заболевания. И как раз вот очень хорошие результаты дает наружное применение и внутреннее, да, вот это масло. Но мы его используем для кожи однозначно. Это всевозможные, вот я, допустим, у меня очень чувствительная кожа с раннего там детства была. Я аллергик и так далее. Всевозможные проблемы с кожей. Вот капаиба – это уход наш, это наша женская чистота. Она у нас и там чистота, и мы везде. Вот я капаибу приехала с Байкала с отдыха, беру с собой капаибу. Как я за собой ухаживаю, да. Ну, там нестерильные условия, отдых такой туристический и все. То есть берешь ватный диск, смочил водичкой, капнул капаибу, протер лицо. Все, увлажнение, чистота, дезинфекция мягкая, какая должна быть. Все, там то же самое делаешь. Помылся в душ, сходил. Вот у нас базовое масло фракционное. На ладошечку капнул, капельку капаибы. Все, делаем промасливание. Что такое капаиба? Это наша чистота по-женски. Поэтому капаибу рекомендуют и действующие гинекологи, и знающие люди, и ароматерапевты рекомендуют капаибу как масло, которое решает наши проблемы по-женски. Циститы, вагиниты, те же самые молочницы. Все вот эти проблемы, с которыми, ну, каждая женщина хотя бы раз столкнулась. Знаем, как это неприятно, эти все воспаления. Что нам назначают? Антибиотики, все эти свечи. Это временное заглушивание. То есть это мы глушим симптом на самом деле. Чтобы решилась проблема, и действительно у нас была чистота, и воспаление ушло, вот очень эффективно поработать будет вот с капаибой. Потому что она решит как раз проблему. Вот, то есть у нас и кожа, и внутренние другие проблемы. Про капаибу очень много можно говорить, потому что оно очень мягкое масло, да, и, допустим, если у вас есть какие-то проблемы со слезистой во рту, да, те же там, как они там называются. Как правильно проблемы во рту с дёснами называются, Ира? Стаматиты. Пардантост? Нет? Да, 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 стаматиты также. То есть вы просто наносите, несколько раз капаете, рассосали, всё, воспалились дёсна, всё прополоскали, соду взяли и маленечко сода с водичкой добавили капаибы. Прополоскали, прекрасно. На зубную щётку с нашей пастой капаибу. Слизистые, чистота и здоровье слизистых. Вот, везде. Вот что такое капаиба. Ну и капаиба, если мы разбираем, Ира показывает нам масла с двух сторон, то есть это наше физическое тело и психоэмоциональное состояние, то капаиба это как раз прорабатывает такие нехорошие эмоции, направленные к себе. Стыд, вина, нелюбовь к себе. То есть капаиба, она как раз вот всё это в противоположную сторону разворачивает. То есть когда действительно, когда мы красивы внешне, когда мы уверены в себе, когда решили какие-то проблемы, мы по-другому относим, себя ощущаем, мы относимся к себе, и всё, мы эти все ситуации от себя отодвигаем негативные. Вот так работает капаиба. Так, следующее масло, про которое я вам быстренько хотела рассказать. А, ещё капаибу как мы применяем? Вот очень эффективно тысячелистник и гранат, Ира у нас говорила, да, тысячелистник. У нас есть такая смесь тысячелистник и гранат. То есть само масло тысячелистника смешано с маслом гранатовых косточек. Это антиоксидантный очень сам состав, классный. Вот если у вас нет вот такого, он сейчас тоже его трудно достать, то мы берём вот такую вот субстанцию, наша вот эта маслица, маленечко себе капнули на чистое. Капай вы добавили. Вот вам прекрасный, прекрасный уход за лицом. И то же самое мы делаем для нашей розочки. Понимаете? Вот, не ошибётесь. Я с этим живу давно, и это очень крутые средства. Я делюсь секретами, самыми крутыми секретами, девочки. Ещё одно сокровище, про которое я хочу вам рассказать. Это сокровище, действительно, и оно недаром столько стоит. Вот такая малюсенькая бутылочка, 5 миллилитров. Называется она «Голубая пижма», девочки. «Голубая пижма» звучит так, она голубая, потому что, девчонки, она синего цвета. Я сейчас вам даже покажу. Вот она, моя любимая бутылочка. Смотрите, чернильный вот такой кружочек, видите? Вот такой цвет. Божественный аромат у неё. Просто очень мощный божественный аромат. Не надо бояться, это синева, она тут же вся уходит и впитывается. Что это такое? Это разновидность ромашки. Но это марокканская ромашка, у нас такая не растёт. Вот этот синий цвет даёт хамазулен. Это такое вещество, это основное доминирующее вещество вот в химическом природном составе вот этого масла. Оно очень дорогое, очень ценное. Почему? Объясняю. Есть ряд масел эфирных, которые очень трудно добыть. То есть, чтобы... Знаете, это такие жёлтые на самом деле цветочки у головой пижмы, они такие суховатые. Чтобы с них выпарить хоть чуть-чуть эфирного масла, нужно очень большое количество высококачественного сырья свежего. И то есть, выпарить его можно только чуть-чуть, потому что оно само по себе много эфирного масла не содержит. И поэтому вот само производство, оно и влияет на стоимость эфирного масла. Именно от этого мы и отталкиваемся. Но второй важный пункт, какое действие несёт вот сама вот эта формула природное химическое эфирного масла на наше здоровье. И здесь тоже вот внимание, что такое голубая пижма. Вообще, название происходит от греческого аханон, бессмертный переводится. То есть, вот в этом названии является вся суть действия этого масла, бессмертный. Славится он тем, что он решает действительно серьёзные проблемы терапевтические, это масло. В первую очередь, конечно же, это моё любимое масло, потому что это как раз масло пластических хирург. И работает оно действительно с красотой. Это, знаете, самые дорогие красавицы, которым делают элитные крема, ну, как сказать, под заказ, то есть, живая косметология. Там будет обязательно голубая пижма. Однозначно. Ну, за счёт чего? Это мгновенная регенерация кожи. То есть, вот именно тоже на клеточном уровне. Это тоже масло с богатым по составу, химическим составом, очень большим, качественным. И вот это масло, оно регенерирует и восстанавливает. Вот что оно делает. Значит, вот смотрите, что оно, какие проблемки нам помогает решить. Оно точно так же будет эффективно работать при всех дерматитах, при всех псориазах. Причём, как бы, на всякие открытые раны его можно наносить, в отличие от других масел. Оно снимает очень-очень хорошо воспаление. Это масло как раз будет работать очень отлично при акне. И у него не будет вот как раз рудцов. Оно не будет давать вот это, выбаливать всё. Очень быстро регенерирует, заживает. Именно вот потому, что снимает воспаление на клеточном уровне. Также оно будет поэтому эффективно и при ожогах, допустим, солнечных и бытовых. Понимаете, когда, допустим, когда, допустим, не успели вовремя лаванду нанести, и ожог всё-таки дал свою ожоговую болезнь, вот здесь будет работать голубая пижма. Понимаете? Вот это в косметологии. Это масло надо попробовать, потому что когда вы будете пользоваться им, вы увидите мгновенный эффект. Оно увлажняет. Понимаете? Вот как может масло увлажнять? Может увлажнять. Если вы просто даже вот чистое масло нанесёте, потом его немножко смоете, как я работаю с этим маслом? Мне 45 скоро будет в феврале, и я, допустим, всегда удивляюсь этому и заглядываю в свой паспорт. Я живу седьмой год с эфирными маслами, и как они работают с нашей кожей, это надо просто попробовать. Также мы можем взять наш тысячелестник и гранат как основу, добавить туда голубую пижму и поработать на чистенькое личико вот с кребочком гуаша. Они разного плана есть и всё. Вот мы наносим и работаем с собой, работаем, работаем на клеточном уровне. Всё. У нас есть и девчонки, которые всё это демонстрируют в канале, Лена Лисевич у нас это всё хорошо демонстрирует. Самое главное, вам купить и попробовать. Это надо один раз попробовать. Вы не сможете никогда отказаться от этого ощущения, потому что когда вы вечером сделали процедуру, утром вы встаёте, вы видите мгновенно, как ваш купероз, сосудики все ушли, как выронился цвет кожи, как всякие, я не знаю, вот эти все воспаления, тут же всё уходит. То есть выравнивается всевозможные очень серьёзные проблемы с кожей. Надо решать натуральными средствами, которые будут проблему решать, а не симптомы убирать. Вот это как раз пижма. Дальше по здоровью, что она нам даёт, да? Очень эффективно пижма работает с осматиками. Её очень рекомендуют наносить вот на область солнечного сплетения, то есть также вот с базой развели немножечко и постоянно наносим. Также, почему она у нас хорошо работает с кожей, да? Потому что это венотоник, очень хорошо работает именно с венозной системой, поэтому она очень эффективна, как уже мощное оружие такое при варикозах и геморроях. То же самое, вы поймите, вот берёте нашу базу, совмещаете, и это будет вам и туда. В помощи будет эффект заживления, заживление, мгновенная регенерация, воспалительный процесс будет убран. То есть вы всё несколько раз применили, и всё, вам не нужно. Вы научитесь потом с этим жить, и потом можно вообще убрать, решить эти проблемы. У неё очень мощный обезболивающий эффект, поэтому она применяется при воспалении сухожилий. Вот работает именно хамозулен так, да, и при ревматизме очень хорошо. Поэтому вот именно вот эту саму голубую пижму, её добавляют в наш хит из нашей аптечки в деблю. Вот она же синенький, деблю синеватый, он не такой синий насыщенный, как голубая пижма, но тоже имеет вот этот синий цвет. Поэтому как раз оно здесь вот обезболивает, что такое у нас деблю? Это смесь антиболь. Также пижма эффективна, очень эффективна при головной боли и мигрени. То есть у вас боль и мигрень, вы на лицо нанесите себе полностью, вот как уход, и у вас пройдёт головная боль. Поэтому да, поэтому в деблю будет обязательно голубая пижма. В балансе добавлена голубая пижма, поэтому баланс тоже кому-то от головной боли помогает. Понимаете? Вот как это работает. Ну и также, естественно, когда с сосудами, это сердечно-сосудистые проблемы решает. Сосудистый спазм хорошо снимает, именно вот тоже голубая пижма. То есть вот видите, они смеси дотера делают, подобранные, как раз добавляя туда вот эти масла, которые очень мощные, очень по-настоящему мощно работают. Голубая пижма, она достойна такого внимания, как очень большую, серьёзную работу она с нами делает на психоэмоциональном уровне. Я бы, знаете, вот эту бутылочку, у меня вот здесь её половинка, я её использую вот уже, наверное, ну год, около года. Около года назад я её получила в подарок за заказ. То есть, или даже не за заказ, а я сделала кому-то регистрацию, чтобы купить ещё одну свеженькую аптечку. И там она, по-моему, шла. По-моему, так было. То есть я её не покупала. Она очень большое сокровище. Она мне вот так досталась. Круто. Я ей пользуюсь. Я когда прочитала недавно, как она работает. Вот у нас книжка есть, эмоции, эфирные масла. Очень крутая такая вот книжечка. Она есть в электронном виде. И вы откройте, прочитайте, как работает вот именно голубая пижма с нашими, какие задачи она нам прорабатывает. Так вот, голубая пижма – это масло, которое работает с прокрастинацией. Это когда вы в ступоре, когда вы не хотите никуда двигаться, когда вы не можете закончить какое-то дело, когда у вас есть определённые страхи, и вы не можете начать что-то новое. У вас ступор, у вас просто прокрастинация, у вас стагнация. Вы стоите на месте и никак не можете куда-то сдвинуться. Так вот, она как раз даст вам вот этот толчок внутренний. Она как бы собирает целостно человека, он перестаёт суетиться, она там каждую клеточку его расслабила, каждую клеточку успокоила эта голубая пижма. И человек дышит спокойно, и заземлился, и никуда не суетится, и действительно думает, всё, и дальше шагает. То есть развивается человек. Это масло развития. Это называется, оно переводится, как в этой книжке, руководство к действию, поможет преодолеть состояние покоя и начать действовать. И восполняет дефицит вдохновения. То есть вы будете именно с вдохновением заниматься своим будущим. Допустим, достигните ранга золота или бриллиантов Дотера. Так что, кто хочет быть золотом и бриллиантом и выше, покупаем обязательно голубую пижму и применяем её всеми вышеперечисленными способами. Вот, девочки. У меня пока всё, Юрочка, продолжай. Ну вот. Я тоже взяла руки. Юрочка, слышишь меня? Да. Меня слышно? Да-да-да-да. Всё хорошо. Девочки, я в руках держу маленький пузырёчек. Мой любимый. У каждой из нас есть любимые пузырьки. Их безумное количество. Но мы говорим о женских маслах. У меня в руках замечательное эфирное масло лисы. Это тоже очень удивительное масло. Какое масло, Ирина, ты сказала? Мелисса. Мелисса? Это мелисса. Мелисса. Ой, девочки, об этом растении упоминается ещё в третьем веке до нашей эры. Если говорить, кто и что говорил о растении, назову только нескольких очень-очень известных людей. Тысячу лет назад Авицен написал о лечебных свойствах мелисы и назвал её «усладой сердца». Считал, что она прогоняет тёмные мысли, укрепляет дух и делает наше сердце счастливым. Парацельс, врач и-философ, естествоиспытатель эпохи возрождения, приравнивав свойства мелисы по силе действия к золоту, прославлял за уникальные свойства, называя иначе, как эликсиром жизни. Кармелиты, парижские монахи готовили для лечения нервной системы мелисовую воду. На стои листьев мелисы добавляли мяту, кожуру лимона, кориандр, мускатный орех и корицу. И вот этой водой делали всевозможные омовения. В старину на Руси была мелиса также очень и очень популярна, использовалась при многих-многих болезнях. Вообще, мелиса настолько окутана мифами, это можно говорить до бесконечности, времени мало, я обязательно сделаю, размещу большой-большой куст. Кому будет интересно, почитайте. История уходит вглубь веков, буквально 20 тысяч лет тому назад. были найдены уникальные вытяжки из растений, скажем так, назовем их эфирные масла, еще это были мацераты в то время, то есть это были не чистые эфирные масла, но тем не менее они были найдены в кустерах. мелиса окутана множеством интересных историй, связанных с нимфами, и поэтому в том числе, наверное, может быть, в том числе эти истории берут начало от действия этого эфирного масла, как некоего такого оберега. Это наше женское, приженское, приженское. Сейчас вы поймете, о чем я. Эфирное масло мелисы убережет от всех сглазов и от равных приворотов. В древности для защиты от болезней из растения плели браслеты и надевали на руку с целью уберечься от злых духов. Во время сна его клали под матрас и подушку. Растение является символом спокойствия и мира в доме, поэтому его давали паре, которая часто ссорится, что помогало вверху в дом любовь и взаимопонимание. Настоящее эфирное масло мелисы найти очень трудно, это удача. Эфирное масло дотера это чистейшее эфирное масло. Мелисовое масло является одним из самых дорогих и труднодоступных, потому, чтобы его получить, нужно приложить немало усилий. Добывают эту редкость простой паровой дистилляцией, но только из листьев и верхушек стеблей вместе с образовавшимися соцветиями в определенное время, определенную пору, в определенный час и при определенных климатических условиях. Масло мелисы пробуждает нашу душу и ведет к истине и к свету. Это масло о том, кто мы есть на самом деле и зачем пришли на этот свет. Однажды каждый человек, особенно женщина, начинает задавать себе вопрос, а чего я тут, а зачем я, а какое у меня предназначение, ну, дом, ну, муж, ну, родила детей, ну, вырастила, а где я сама, что я сама, кто я? Вот Мелисса, это как раз об этом. Она предлагает отпустить все то, что препятствует полному раскрытию нашего потенциала. Мелисса однозначно поможет победить все темные-темные эмоции. Это и зависть, и недоброжелательность, и ревность создаст полный щит вокруг человека. Это наш энергетический скафандр в прямом смысле этого слова. Он спасет от любого недоброго глаза, сглаза, недоброжелательства, зависти, порчи. В общем, все мы женщины, все мы, все это немножечко ведьмочки, мы это верим, поэтому масло Мелисса в доме, и тем более на себе, дадут вам полную защиту вас самих и вашего жилища. избавляет от старых и свежих энергетических хвостов. В психотерапевтической практике его используют для снятия последствий стрессов, тяжелейших стрессов, и для восстановления энергетического баланса организма. Мелисса, за что я очень люблю этот аромат, это аромат путешественника, потому что я вот по жизни большой-большой путешественник. Способствует принятие этого эфирного масла использования способствует очень быстрой и безболезненной акклиматизации. И вот это вот аромат путешественника, это не только про путешествия физически, но это про путешествия умственные, ментальные, это наши взаимоотношения, это адаптивные ситуации к людям, к обстановке, к проблемам, ну и так далее. Оно во всеуслышание напоминает нам о том, что в каждом человеке теплится божественная искра, которая разгоняет лишь ярче любовь и внимание к себе и к миру. Мелисса учит радости жизни. Это и ликтир жизни говорил про Мелиссу Парацельс, швейцарский врач. Он считал, что растение способно омолаживать ум и тело, дарить долголетие, лечить различные сердечные, пищеварительные, дыхательные, нервные расстройства. Ну, потому, наверное, это масло, конечно, не дешевое. Мелисса адаптоген способна быстро восстановить потерянные силы в результате болезней, сильного физического напряжения, возвращает душевный комфорт, способствует внутренней гармонии, способствует крепкому сну, поддерживает иммунную систему прекрасно, нервы, снимает напряжение, лечит все случайное, от желудочных проблем до сердечных приступов. Мелисса это и спазмолитик, и успокаивающая, и укрепляющая, и противовоспалительная, ну, в общем, от тысячи-тысячи болезней. Облегчает чувство безнадежности и печали, раздражения, придаст это прекрасное косметическое масло и для волос, и для лица. Химический состав эфира мелисы очень разнообразен, и в него входит более 200 активных веществ и соединений. Если у лаванда их 44, у мелисы 200 активных соединений. И мелису всегда называли женскую траву. Прямо так вот в простонародье и на Руси и везде. Потому что оно способно нормализовать менструальный цикл, вылечить воспаление придатков, не дай бог, если кто-то страдает этим, ослабляет течение климакса, вплоть до полного купирования всех неприятнейших проблем, которые вызывает этот период в жизни женщины. Облегчает ВМС, уменьшает боли при менструации, уменьшает симптомы токсикоза, при беременности беременяшка можно. Ну и применять можно разнообразно. Это будут и паровые ванночки. Для этого достаточно на 1 литр воды добавить по капле масла мелисы, грейпфрута, можно бергамота. Именно вот это сочетание с цитрусовыми даст особый синтетический эффект. И ванночка способствует сужению пор, омоложению кожи, делает ее гладкой, шелковистой, очень вкусной и очень деятельной. Если губы девчонки потеряли яркий цвет, то рекомендую каждый день наносить на них смесь из эфирного масла мелисы и любого другого в соотношении 2 к 1 соответственно. Чтобы волосы были здоровыми, нужно точно также добавлять несколько капель эфирного масла с бальзам. Вот немножечко прямо на голове подержать. Капельку даже достаточно. Можно делать масочки всевозможные и медовые, и просто с базой хорошей. Еще я очень люблю такой рецептик. Называю я его косметический лед с маслом мелисы. Вот эта штучка способна оживить и вернуть красивый цвет здоровому вашему лицу. Для этого что мы делаем? Нужно смешать 2 капельки эфирного масла с медом или со сливками, можно с жирненькими такими. После этого масса разводится в стакане водички и заливается в формочки для льда. Обычной формочки для льда. И в морозилочку. Утром и вечером такими кубиками льда нужно протирать область лица, шеи и декольте. попробуйте, это очень и очень здорово работает, очень вкусно и очень полезно. Поэтому льда это маленький пузыречек буквально от всего от тысячи болезней. Очень рекомендую. И я еще обещала, не зря же я рассказывала про герани, про шалфей. Смесь мы потом все эти рецепты выложим. Есть замечательная смесь озвучена на одной из конвенций Татера. Называется она смесь супер женщина и входит удивительный состав на 10 миллилитров бутылочки роллера 12 капель скатного да, вот такой роллер 10 капель лаванды 5 капель герани 4 капельки кедра 4 капельки иланг иланга все это добавляем фракционным маслом кокосовым или базой хорошей и пользуемся как парфюмом. Ну название смеси супер женщина поэтому здесь вам будет и энергия и позитив и красота и внутренние раскрытия потенциала и конечно гормональное здоровье. Ну вот собственно наверное я понимаю что бегло хочется сказать про многое у меня тут есть пузырь любимый это мантус конечно это конечно смесь гормональная наша шепот которую мы тоже любим много-много чего но мы хотя бы немножечко я думаю прикоснулись к этому и в следующий раз может быть что-то еще дополнительно раскроем я не знаю что у нас там по времени уложились мы нет какие-то вопросы осталось 4 минуты отлично может быть Алис ты еще что-то добавишь ну я хочу добавить что еще очень люблю смесь шепот это как раз вся тоже вместе это вот арома путь как раз гармонизации всего нашего всех вот гормонов наших гормоны у нас очень интересные у нас есть там допустим оксицацин гормон спокойствия обязательно нужно чтобы у нас был активизирует его масла розмарин шалфей мускатный здесь он есть эндорфины это гормоны счастья да мы знаем которые обезболивают и дают нам душевное спокойствие и благодать вот этого это как раз тоже лаванда шалфей мускатный здесь есть в нем серотонин гормон собственной значимости удовольствия чтобы он у вас тоже стимулирован был вот он тоже в этом в этой смеське все это будет мелатонин гормон который будет вам сон давать хороший это гормон молодости иммунитета нашего да адреналин положительный защитный гормон на стресс вот тоже розмарин его нормализует кортизол вырабатывается корой надпочечников да тоже он является когда у нас дисбаланс все у вас будет лишний вес и очень много проблем со здоровьем преждевременное старение чтобы все было хорошо вот туда еще есть дофамин гормон счастья удовольствия депрессию убирает и все эти гормоны они у нас должны обязательно что-то может еще забыла они должны быть у нас все в норме и как нам помогают как раз природа помогает вот я очень люблю вот этот вот шепот наносить как вот как раз аромаскафандр когда вы примите сейчас после значит вебинара душ возьмите не вытирайтесь сразу полотенцем нанесите себе базовое масло шепота и любого масла которое мы сейчас вам рассказали все что вот есть у вас в наличии и разнесли по мокрому телу и все и вы ложитесь в постель уже будете завтра проживать этот день в здоровом женском состоянии все девочки всех люблю обнимаю все взаимно очень девчонки спасибо большое классно вообще столько всяких приятностей я все записала я тебе могу самостоятельно провести аналогичный вебинар пожалуйста масло Бая ты умничка я вот у тебя еще голубой пижмы нет я куплю обязательно купи и пижму куплю я все же запланировала себе все идет у меня своим чередом отлично отлично мои хорошие девочки спасибо огромное еще раз прямо ну прямо вот кайфую от всего вот этого да надеюсь не прощаемся до новых встреч и всем огромное спасибо все кто отрастывал сегодня отдыхайте спокойной ночи вам Иркутск счастливо вам тоже всего доброго пока большое спасибо классно спасибо спасибо Продолжение следует...